Приветствую, с вами снова Новомерси. Перед началом ролика сделаю отступление. Во-первых, спасибо за то, что вы ждете ролики. К сожалению, сейчас на Сталкрафте не так много контента, который я хотел бы снимать. По этой причине ролики и выходят так редко. Я надеюсь, что формат таких разговоров вам зайдет. Если увижу хорошую активность под роликом, то думаю, что смогу договориться, чтобы записать видео с саунд-дизайнером. Как по мне, это будет достаточно интересно и, что самое главное, необычно. А также напомню про несколько полезных ссылок, которые вы всегда можете найти в описании под каждым видео. Первая ссылка реферальная. Она поможет тем, кто здесь впервые. При старте вы получите набор снаряжения, который поможет вам на начальных уровнях. Вторая ссылка приведет вас в мою группу ВК, где я делюсь разными новостями, как по игре, так и по предстоящим видео. Ну а по третьей ссылке вы можете меня отблагодарить копейкой. В общем, с вас лайк и приступаем к видео. Я думаю, что стоит все же тебе, как бы правильно сказать. Представиться для тех, кто все же не знает тебя. Ну получается, вечер добрый, так как уже вечер. Значит, я, собственно, Маслина. Собственно, арт-директор X-Bow. Вот. И вот давай сразу тоже объясним, за что ты именно, то есть, получишься ответственно. Ну, в данный момент я полностью отличаю за визуал. То есть, все модели, которые делаются, проходят через меня. Какие-то, ну опять же, это касается и брони, и объектов, и всего, в общем. Так же, косвенно, немного, ну уже в меньшей степени помогал там еще со звуком. Немного помогал с анимациями. Ну, в общем, вот это вот все. Грубо говоря, все, что не код и все, что не баланс в какой-то момент. В общем, мастер на все руки получается. Ну, не сказал бы, но просто да. Ну, около того. Ага, хорошо. Тогда давай начнем тоже с таких же базовых вопросов для начала. Как ты вообще попал в экспы, с чего все, в принципе, началось? Вот, да я много раз рассказывал эту историю, в общем-то, но я думаю, еще разок можно. Ну, да. Участвовал в конкурсе скинов, еще в самом первом. Долго донимал пластинку, выпрашивал у него сходники. Прямо голые скриншоты, брони без текстур. Но только с этнями. Мне тогда показалось, что это очень умное решение. Вот, потом, после того, как я его все-таки доконал, мне их сбросил. И я ушел, так сказать, ее делать. И делаю несколько дней. И уже в последний день, день сдачи, пишет, получается, Сергей, что, ну, получается, что уже сроки подходят. Буду я сдавать или нет? И я сбрасываю ему работу, она тогда уже была почти готова. Там буквально процентов, наверное, на 90. То есть фона не было. Это как раз вот мир на мотку еще старую. Тогда Сергей посмотрел. Через какое-то время мне написал, что посмотрели все остальные админы. И, в общем-то, им нравится, и это, скорее всего, победа. Я написал, что, в принципе, готов сотрудничать. И через 10 минут мне уже написал Евгений. И мы с ним обсуждали, что я буду делать и как это будет происходить. В общем-то, так я попал в экзамен. Ну, изначально меня брали на должность, так сказать, рисователя скинов. Собственно, я аж ни одного скина не нарисовал на этой должности. Ну, вернее, их нарисовал, но в игру их не пустили. И плавно я взялся за концепты, именно полноценные концепты. Вот. Как-то так это произошло. Ну, то есть, получается, ты именно можешь назвать себя, условно говоря, автором. Ты, вот, ответственно, был только за мотку или за другие броники тоже именно конкретно. Ты, наверное, половина скинов, так или иначе, я принимал в этом участие. Ну, то есть, получается, мир, вся линейка, то, что сейчас в игре присутствует, это, получается, твое. Весь мир, весь изгой. Ага. Еще по мелочи помогал ребятам, ну, то есть, с другими там скинами. Ну, это еще как бы было, когда я начинал работать. И, ну, то там, то там, что там. Ну, то есть, скажем так, на Сталкрафте достаточно много скинов, которым я так или иначе приложил свою руку. Которые я где-то или правил, или, там, додумывал, или помогал оформить это все красиво. Ну, в общем, не только мир. Ну, вопрос в том, что вторая половина уже не моя, получается. Угу. А скины, которые, допустим, не пошли куда-то в игру, они вообще где-то их найти можно? Нет, их нигде найти, наверное, нельзя. Я даже с трудом вспоминаю их. Я помню, был один скин еще на Старый Берилл, сделанный под первую кавалерийскую дивизию американскую. Ну, то есть, такой, типа, с этими сабельками, с ЛО-штадью. Ну, в общем, в стиле, так сказать, получается, апокалипсиса сегодня. Там первая кавалерийская, по-моему, была. Ну, и, в общем, в этом стиле. Но он, в итоге, никуда не пошел, его посчитали слишком каким-то, ну, типа, таким новаторским в тот момент. Ну, и потом он затерялся, и как-то было уже не до него. Да и, собственно, я думаю, ничего особого мы не потеряли, потому что он не отличался какой-то уникальностью. Он просто скин как скин. Так, ну, давай, следующий вопрос. Имеешь ли ты образование, связанное с рисованием и в целом с изобразительным искусством? Нет, я не имею образование, связанное с рисованием. Я занимаюсь самообразованием все время. Вот. Оно у меня... Образование косвенно связанное с тем, что я делаю. Я авиаинженер. Ну, вообще, да, получается. Ну, скажем так, достаточно, мне кажется, ну, вот, сам ты как считаешь вообще помогать тебе вот твое полнообразование вообще. Бывали такие случаи, то, что ты его, допустим, что-то делаешь такой, ага, это надо сделать вот так, и ты понимаешь, что ты это просто, ну, знаешь. Ну, смотрите, в принципе, в принципе, какие ситуации бывали, особенно это касается всяких там экзоскелетов и чего-то такого вот, то есть технических всяких штук. Но, опять же... Ну, еще, еще, конечно, да, набитая рука, то, что у меня очень много черчения было и всякого такого, хотя, опять же, это неопределяющие факторы абсолютно. То есть, достаточно мало это касается работы. Более того, чем больше я работаю, чем больше я вникаю непосредственно в концепт-арт, тем больше я понимаю, что визуал первичнее функционала. То есть, грубо говоря, если мы делаем выбор между тем, чтобы это было реалистично, чтобы это могло работать, или между тем, чтобы это хорошо смотрелось, то, конечно, выбор будет сделан в сторону, чтобы это хорошо смотрелось. Потому что, ну, все-таки мы делаем игры и, ну, просто неприятно будет в это играть, если это будет плохо выглядеть. Ну, да, то есть, получается, у тебя такая точка зрения, что визуал это достаточно неотъемлемая часть, скажем так, игры. Да, да. Без этого, то есть, нельзя, и поэтому, если выбор становится между сделать реалистично или сделать красиво, то лучше сделать красиво. Собственно, это очень сильно касается брони. Если бы мы делали все реалистично, то все бы было очень сильно похоже на все. Оно и сейчас достаточно похоже, потому что у нас очень много костюмов, и там, ну, местами уже до абсурда доходят. Но, тем не менее, если бы мы вообще старались, ну, то есть, образно говоря, если бы мы делали как в Таркове, то, мне кажется, у нас бы уже все бы закончилось бы. Ну, то есть, обычные броники, обычные костюмы, ну, то есть, банально, даже вот есть условно один и тот же бронежилет, но у него могут быть разные плиты, разная бронезащита. И банально, визуально, то есть, у нас могут два броника выглядеть идентично, но иметь разные характеристики. Ну, короче, вот такие вот всякие моменты. Ну, в общем, минимальное отличие. Да-да-да, то есть, то есть реализм плохо масштабируется, и реализм дает мало возможностей для маневра каких-то. То есть, он очень сильно зажимает в рамки. У нас и так кубы, они тоже накладывают довольно много ограничений с точки зрения визуала и работы вообще визуала. И сейчас даже не о технической составляющей, а непосредственно о композиции, о массах, о акцентах, об вот этом вот всем. То есть, кубовые персонажи очень сильно зажимают, так сказать, творчество и какие-то такие моменты. Ясненько. Так, ну, давай тогда теперь уже будем тебя, скажем так, по вопросам именно конкретно игровым. Будет ли ремодел костюмов, которые уже ранее получили новую модель? Да. Да, то есть, получается, я так понимаю, все, которые, условно говоря, навык повышается, рука набивается, и с каждым разом будет просто лучше. Именно так. Более того, это даже проще и шире в чем-то. Суть, в общем-то, сводится к чему? Ну, вот сейчас есть экзоскелеты, которые вот мы ремоделили. Мне они вообще не нравятся. Ну, с другой стороны, я помню момент, когда мы их делали, и тогда у нас не было тех знаний, которые есть сейчас. И то есть, поэтому они вышли не очень хорошо. И, грубо говоря, так все время на Сталкрафте. То есть, ты что-то делаешь, и со временем ты приобретаешь знания, которые становятся основанием для того, чтобы переделать то, что ты делал заранее. И поэтому вот многие ремоделы, которые у нас сейчас были, или даже новые броники, которые мы делаем, во многом это эксперименты. И, собственно, я во многом рассматриваю именно Сталкрафт и визуал, особенно брони, как постоянный полигон для экспериментов. Потому что у нас достаточно много рамок, о которых я говорил до этого. И, чтобы сделать лучше визуал, нужно делать какие-то вот, скажем так, неординарные решения принимать и вот этим всем пользоваться. То есть, грубо говоря, какие-нибудь там топовые костюмы Завета, вот этот огромный просто, это тоже очень сильный эксперимент. И, собственно, как и Костюм Свободы, это эксперимент, как и Экзоскелет, в свое время эксперимент. И, в общем-то, да. То есть, все это, ну, не все это, сейчас скажут, подумают, что будем ремоделить Апостола или как он там. Ну, не суть. В общем-то, я к чему веду? В том, что навык растет и необходимость делать ремоделы возникает. То есть, уже понимает, что можно сделать лучше и так далее и тому подобное. Поэтому у нас в ближайшее время достаточно много будет ремоделов-ремоделов, так сказать. Ну, я думаю, что это многих порадует, на самом деле, потому что я уверен, что большинство тоже замечает такую тему, то, что, допустим, условно говоря, броня, которая была ремоделинута, скажем так, около года назад и сейчас, и ты такой смотришь, типа, блин, ну, разница ощущается, в общем-то говоря. Она очень сильно ощущается. Ну, самое смешное, что самый первый ремоделинутый костюм, который я делал, это вот Штурма. Вот она до сих пор, в принципе, выглядит, ну, вполне себе неплохо. Ну, правда, ее делали там всей деревней, как говорится, и только концепт я делал под нее около месяца. Плюс еще ремодел делали еще около месяца. И там несколько моделлеров над ней работали, и всякое-всякое такое. Ну, опять же. Я сам помню, допустим, вот этот процесс, я помню, что он был достаточно таким... Такой, да, да, долгий. Но, собственно, с нее все ремоделы и начались. Ну, я думаю, что и когда-нибудь и до нее мы дойдем, но это будет и скоро. Так, тогда давай так, еще вопрос. Есть ли какие-то модели в игре, которые тебе хотелось бы переделать больше всего? Если таковые есть, то какие? Наверное, половина того, что я сейчас в игре, но из таких прям супер... Прям вот такое. Вот прям бесит. Это серия АЗК. Ну, то есть вот эти вот, которые АЗК Мари модельнули, мы попробовали в складке, мы попробовали чуть в другие материалы, но получилось не так здорово, как хотелось. То есть вот эта вот линейка, она просто визуально выбивается из стиля игры. То есть я бы не сказал, что это прям плохие модели, но они как-то плохо подходят игре. Ну, опять же, почему мы не делаем это сейчас? Потому что, ну, они, скажем так, очень мало участвуют в самой игре. Мы не настолько приоритетны, потому что они используются. Да, да, да. Их мало используют и пока как-то функционалом не расширят, а я надеюсь, это рано или поздно произойдет. Во всяком случае, я из этого сильно топлю. Вот. Ну, пока его не расширят, то есть нет смысла их переделать. А еще есть какая-нибудь тут именно, конечно, вороняющая? Еще, что меня очень сильно бесит. Меня очень сильно бесит экзоскелет обычный. Скорее всего, опять же, инсайдерская информация, мы его ремодельным. Ну, в обозримом будущем. Около ближайшем, но не завтра. Ну, то есть имеется в виду. Но есть, можно ли так в двух? Ага, то есть в течение месяца в двух получается. Либо в этом году, либо в следующем. Да, получается, скорее всего, где-то около на стыке. Или в конце этого, или в начале следующего. Но я так понимаю, что Масти тоже получит ремодел? Да. Более того, они будут визуально отличаться. Это тоже такой момент, что у нас... Ну, скажем так, у нас в целом есть некоторые, опять же, проблемы с тем, что бандитские и сталкерские броники очень сильно похожи. И просто перекрашенные версии друг друга во многом. Но в случае с Масти и экзоскелетом, мне бы хотелось все-таки, чтобы у них были разные модели. И, собственно, уже есть концепты под них. И, собственно, уже даже есть наметки Масти. Ну, то есть, пока это блэкауты, но, тем не менее, вполне себе работа идет. И давай тогда уж, чтобы у нас был такой топ-3. Третий конень такой, давай. Так, а кто еще? Нужно что-то интересное тогда придумать. Ну, из такого, наверное, кимы из Remodel Remodel. Но про кимы это отдельный тоже вопрос будет. Ну, ладно, давайте тогда. Кимы просто слишком устарелы. Я так понимаю, что... Да, да. Вот что-то такое. Скажем так, у кимов они классно сделаны, но мне не нравится, как у них масса работают. У них вот эти вот наплечники. В тот момент они оказались крутой идеей. Сейчас я понимаю, что эти наплечники, ну, как бы, добавляют кимам какое-то, ну, такое ощущение, что они намного более защищенные, чем они есть по факту. И, то есть, я хочу опять вернуть кимам такое, ну, беззащитное состояние и немного изделять разнообразие, чтобы у них не только цвет, но и модель сама, ну, как бы, отличалась. Ну, это, в принципе, тоже. Это уже... Вот этим также уже идут работы. Я думаю, в ближайшее время мы это увидим. Вот. Ну, опять же, тогда кимы сюда не включаем. Я думаю, пересмешника и сокола мы тоже сюда не включаем, потому что и пересмешник и сокол просто устаревшая броня, которая как-то выпала пока из-за этого всего. Тогда, тогда, тогда. Чтобы, 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 чтобы. Наверное, мотка. Ну, это... Это новость обрадует. Да, потому что мне она частично нравится, но она, опять же, делается в то же время, что и делался экзоскелет, и у нас не было тех знаний, которые есть сейчас, и поэтому она смотрится на фоне других экзоскелетов, очень такой дращеватый. Ну, собственно, вообще, я думаю, довольно наглядно видно, что мы пошли по пути увеличения габаритов брони, особенно экзоскелетов, чтобы они были именно прям такие, ну, широкие, большие. Мощь казалась вообще. Да, 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 потому что в тех массах, которые у нас были до этого, ну, нельзя работать. То есть, это очень сильно тебя зажимает. Ну, то есть, банально, на ПРТ было, если пять экзоскелетов всего на всю игру, то уже хорошо, а сейчас у нас в каждой линейке по одному или по два экзоскелета, может быть, три экзоскелета, только в одной линейке. И, типа, этого уже непозволительное, так сказать... Ну, скажем так, для того, чтобы хорошо сделать экзоскелеты, приходится увеличивать их массы, чтобы они сильнее отличались от обычной брони. Как-то так. Так, тогда давай вот так еще вопрос про арт-отдел. Сколько человек работает в целом в арт-отделе, и как вы распределяете свою работу? Сложно ли прийти к общему решению? Ага. Ну, значит, по порядку. Работает непосредственно в арт-отделе, наверное, человек 20. Плюс-минус. Ну, там небольшая текучка есть. Кто-то приходит, кто-то уходит. Постоянно ищу новых кадров кого-то еще. Ну, то есть, поэтому, условно, возьмем за 20 человек. Косвенно к арт-отделу относится звук, и косвенно к арт-отделу относится еще отдел анимации. Ну, там свои у них достаточно хорошие руководители, но просто я им помогаю. Ну, хотя уже, опять же, они более самостоятельные стали, чем были. Ну, не суть. Ну, просто, скажем так, в нашем рабочем пространстве пока еще они относятся ко мне. Вот. Так же, так же, соответственно, по поводу взаимопонимания и как это все работает. Людей много, и вот непосредственно сейчас стал вопрос такой, что я один не успеваю просто все менеджить. Не то, чтобы рисовать, а просто даже менеджить не успеваю. И вот сейчас уже дошло до того, что я себе нанимаю еще вспомогательный персонал, который не делает контент непосредственно, но помогает с организацией работы в отделе. То есть, это всякие проды, ну, прод-менеджеры или там просто менеджеры. То есть, которые частично берут на себя часть бюрократии и всякие организации вот этого процесса. Также у нас есть условные лиды по своим направлениям. То есть, у нас есть лид бронников, у нас есть лид оружейников и в таком вот духе. То есть, в каждом направлении есть определенный, как бы, специалист, который курирует других специалистов этого направления. ну собственно достаточно просто в этом моменте по поводу взаимопонимания но взаимопонимание у нас мне кажется достаточно неплохо выстроена и в отделе и между другими отделами как-то работает ну допустим если мы говорим о броне определяющее слово у меня и определяющее слово у моего лида по броне то есть грубо говоря если мой лид считает что это плохо а я считаю что это хорошо то я буду к нему прислушиваться и собственно будем это с ним обсуждать пока не придем к кому-то знаменателю вот поэтому получается достаточно ну нету монополии мнения скажем то есть обстановка достаточно скажем так не напряжено то что каждый дарится понять друг другу да но с другой стороны опять же у нас мы прекрасно вообще ну то есть все общаются со всеми нет никаких проблем собраться в дискорде обсудить моменты плюсы минусы понакидывать каких-то там наметок высказать критику и сделать все нормально то есть вообще не проблема у нас не ну редко бывают ситуации когда вот кого-то с под палки заставляю что делать потому что вот другим кажется что это хорошо а вот он так не считает вот поэтому в принципе все очень-очень даже неплохо но и в целом как бы внутри отдела на критику довольно спокойно все реагируют и в этом нет ничего такого ну правда с этим есть еще один курьезный момент который связан непосредственно с моей работой с моей уже так сказать жизнью то что по сути наверное половина моей работы как руководителя это просто ходить и уходите до всех докапываться типа искать недостатки постоянно в работе то есть ты уже это даже начинаешь неосознанно делать и что угодно видишь ты сразу сильные слабые стороны в чем тут почему это хорошо почему это плохо и это уже касается не только рабочих моментов а практически любых моментов то есть банально я устанавливаю какую-то там игру хочу отдохнуть поиграть а мы сидим при этом в дискорде с пацанами там условно ну там собрались после работы просто пообщаться там кто-то может это делать работает кто-то еще там чем-то своим занят и вот я начинаю играть и тут же я отправляю так сказать feedback все восстановим что вот опять на вооружение вот это вот плохо так делать нельзя ни в коем случае вот это работает это не работает я думаю это это уже что-то профессиональное скажем не то что профессионально скажем так это профессиональная деформации на верно он скорее села да да то есть его и вот в этом плане также точно в моих моделлерах то есть они смотрят на какие-то Светы в играх, в которые сами же играют, и вот это вот сделано хорошо, это плохо, тут это не работает, и вот так вот, ну, то есть, во всем. Точно так же и со звуком, собственно, и, ну, вот, такой, так сказать, издержки работы некоторые. В плане того, что эта вот критичность появляется очень такая серьезная. Так, тогда, наверное, на следующий вопрос перейдем. Будет ли введена возможность красить оружие ближнего боя, и вообще планировалось ли? Ну, в целом, я не думаю, что это очень сложно. Ну, то есть, технически это просто, мне так кажется, во всяком случае. Ну, опять же, там нужны кодеры и работа их, по большей части, потому что, ну, в целом, это не сложно. Мне кажется, это вполне себе реализуемая вещь, но вопрос в том, что, насколько это востребовано, нужно подумать. Ну, и в целом, мне кажется, нужно это обсудить, будет на собрании. Ну, мне кажется, то, что тут, скорее, большинство надеется на какие-то, скажем так, скины, которые будут, скажем так, давать какой-то уникальный образ. Опять же, как вот в случае с брониками разными, то есть, когда вот эти всякие уникальные такие скины, то есть, которые прям, то есть, наверное, в таком случае только. Ну, в целом, мне кажется, это вполне себе личная история и, ну, в общем, мне нужно будет это обсудить, я сейчас не могу сказать, кто вот, да, точно будет. Ну, в общем, в принципе, думали. Да, это вполне себе, скажем так, как раз вот наоборот, мы над этим практически не думали, но это звучит не очень-то, ну, вполне себе реально. То есть, тут нет ничего такого прям из ряда вон выходящего и, в принципе, это логично бы было. Как минимум, какие-то простые базовые цвета, даже банально камуфляжа наносить, уже вполне себе нормальная история. А если еще уникальные скины добавить, то вообще прекрасно. Тогда еще не отходя от, скажем так, холодного оружия, такой вопрос, будет ли вообще ремодел их и планировался ли он тоже вообще? Ремодел холодного оружия? Ну, допустим, вот как недавно же команда была, допустим, насколько я помню, его перевели, условно говоря, как в более полигональный, то есть сделали более качественным. Ну, скажем так, холодное оружие наименее приоритетная вещь на Сталкрафте, ну, в плане ассетов именно, если выбирать между, ну, даже в сегменте оружия, условно, это, ну, в целом, наверное, да. Ну, то есть, когда-нибудь. Оружие несложно делается, да, оно намного проще, чем огнестрел, но просто он просто, что на него поэтому же и уделяется намного меньше внимания. Ну, я думаю, рано или поздно руки дойдут, потому что, опять же, я не вижу ничего такого, но невозможно. Такс, тогда давай следующий вопрос. Будут ли введены уникальные скины, которые не только дарили бы броне уникальный вид, но и как-то немного меняли модель? То есть, допустим, вот как Норд штурма. То есть, по сути, та же штурма, но немножко другая. Мы думали над этим, и, в принципе, думаем до сих пор. Пока некоторые альтернативы выступают, опять же, альтернативные броники, которые мы делаем. Но, в целом, ну, скажем так, просто Стелкрафт изначально под это не очень-то заточен, под уникальные скины. И тут нужно, опять же, говорить с кодерами и думать над путями реализации этого всего. То есть, в данный момент нам проще добавить еще один броник с уникальным внешним видом, может, немножечко отличающимися характеристиками, но совсем другим визуалом, чем делать небольшие изменения визуально для уже существующих, ну, то есть 3D скины. Хотя, опять же, ну, большинство игр сейчас на рынке делают именно через 3D скины, поэтому тут вопрос пока такой о подвешенной воздухе. Но, скорее, в общем, задерживает весь процесс, скорее задерживает сам, условно говоря, платформу кубов. Да, да. Ну, и еще нюанс в том, что, как всегда, у нас куча работы, и поэтому... Приоритеты разные, в общем-то. Да, да. То есть, у нас, несмотря на то, что много людей, но у нас и поработающие. То есть, это у нас обычная история, когда, ну, на 2 месяца вперед, на 3 месяца вперед все расписано. И поэтому, ну, сейчас мы стараемся, скажем так, первоочередные штуки закрыть, а на вот такие вот вещи уже, ну, меньше хватает времени. Поэтому нам проще по старым, так сказать, алгоритмам сделать просто новый броник, чем сейчас инициировать полностью переделки у всей системы. Хотя, опять же, я не могу говорить, что этого не будет, но и также не могу говорить, что этого будет. Потому что тут нужно обсуждать, тут нужно взвешивать за и против. Это неоднозначное решение, и оно неоднозначно хорошее и неоднозначно плохое. То есть, тут нужно обдумать это хорошенько и согласовать. Поэтому, возможно, это появится, но далеко не факт. Так, хорошо. На некоторых костюмах паттерн краски выглядит как-то неправильно. Либо слишком блекло, либо слишком ярко. К примеру, на Штурммейвике Норд в том же, как по мне, выглядит слишком блекло. В целом, есть и другие костюмы, которые красятся не очень. Будет ли это вообще исправляться или задумка такая? Ну, смотрите, как это вообще работает? По факту это достаточно просто исправить. Но и от этого, собственно, оно и мало исправляется. То есть, в чем проблема? В целом, исправить это очень просто. Как я и сказал уже от автологии, прошу прощения, просто уже вечер. Вот. В целом, наверное, да, это будет исправляться. Но, опять же, это не очень приоритетная задача. Какие-то вещи... Ну, то есть, опять же, рано или поздно. Да, рано или поздно. Потому что там, где это прям совсем плохо, мы стараемся исправлять сразу. А там, где это на каком-то приемлемом уровне, уже как пойдет. По-хорошему, для этого нужно просто выделить время, условную там, неделю. Собрать какой-то даже просто список всех броников, которые, по нашему мнению, не очень хорошо красятся или не так, как задумывались, и просто это подправить. Это не что-то сверхъестественное, но, опять же, это нужно потратить на это время, нужно поставить на это человека, а сейчас у нас... Ну, вот до Нового года точно не предвидится каких-то окон для этого всего. Ну, то есть, я думаю, тут стоит объяснить то, что, опять же, есть, условно говоря, план работы и, получается, если что-то не так получилось, то это надо выделять, опять же, среди этого графика, то есть отдельное какое-то окно. Более того, в нашем случае нерационально точечно это все делать, а рационально просто собраться и, так сказать, за один небольшой промежуток, да, промежуток поправить уже все, что накопилось, потому что точечно это практически не имеет смысла. Так, ну, тогда давай следующий вопрос. Какие костюмы близки, прям вот, вообще к приобретению новой модели? Вот самый ближайший, наверное, вот, если такой спойлер будет. Ну, наверное, Кима. Ну, то есть, Ким ближайший. А за ним вообще что-нибудь есть вообще? Ну, за ним, наверное, будут экзоскелеты. Ага. Ну, опять же, не сто процентов, но почти... Но, скорее всего. Скорее всего. Просто экзоскелеты будут участвовать в дальнейших наших обновлениях, вот, и хотелось бы не делать работу по два раза, а уже сразу сделать нормальную модель, чтобы с ними можно было дальше работать и делать на их базе какие-то там другие условно броники и развивать эту тему. Поэтому сейчас наиболее рационально, да, поменять экзоскелеты. Но, опять же, я не могу утверждать. Но, скорее всего. Когда они будут прям сделаны, и что это будет сто процентов сделано, но почти наверняка, во всяком случае, в моих планах, ремодельнуть их или до нового года, или немного после нового года. Скорее всего, немного после будет. Ну, потому что на Новый год тоже очень много работы. И, чтобы не ухудшать общее качество, я думаю, их можно немного отложить. Так это будет рационально. Будет ли расширено ассортимент оружия, которое имеет возможность покраски? Это не совсем ко мне вопрос с той стороны, что я мало работаю с оружием. Ну, то есть тут какие-то самопальные штуки, какие-то конкретные экземпляры, там уникалки разные, всякие. Но в целом, наверное, да. Потому что у нас все время стараются дать больше кастомизации, поэтому я думаю, да. Тем более, в случае с оружием, это не так сложно. Ну, то есть, технически. То, что многие, допустим, уже давно жаждут покрасить там какое-то оружие, и казалось бы, вроде не так много каких-то сложных, знаешь, там частей оружия, а получается так, что никак не покрасить. Вот да, тут до смешного доходит это, знаете, как с домашним заданием. Есть, типа, задачи, которые слишком простые, чтобы их делать, и есть слишком сложные, чтобы их делать. И вот тут нечто подобное, только в нашем случае слишком сложные задачи мы стараемся делать, а вот слишком простые обычно откладываются в долгий ящик, и в итоге до них очень редко доходят руки. И вот покраска оружия, это не такая примерно задача. То есть, в принципе, понятно, что делать. Есть алгоритмы того, как это делать хорошо. То есть, ну, нет проблем с точки зрения каких-то технических моментов, каких-то вот там сложностей нет. Но просто это не очень приоритетно, и поэтому про это, ну, оно всегда остается как бы за кадром. А вот сам как ты относишься, в принципе, вот к всяким покраскам, раскраскам и прочим, потому что ранее был кейс эстета, сейчас я, насколько помню, его, в принципе, нет. То есть... А, сейчас его нету. Я, в принципе, отношусь позитивно, ну, в плане того, что чем больше кастомизация, тем лучше. Тем более у нас ММО, где играют много игроков, им нужно дать возможность сделать себя, как бы, уникальным. Вот. Но, с другой стороны, это палка о двух концах, потому что чем больше таких покрасок, чем больше всякого такого разного, тем меньше у нас остается атмосферы. И это тоже нужно понимать. То есть... Ну, и уникальности тоже, я тоже считаю. Да-да-да-да. И в том числе, кстати, да, вот уникальности. Ну, поэтому... В целом, я отношусь позитивно, но это не тот кейс, условно, где все ведет просто... Ну, то есть, тут есть свои подводные камни. Довольно очевидные. Поэтому... Поэтому как-то вот так. То есть, в целом, хорошо, но с оговоркой, что чем больше покрасочек, тем меньше у нас какой-то вот и уникальности, и, собственно, атмосферность. Ну, вот ранее мы с тобой разговаривали как раз-таки про модели и сравнение их, условно говоря, с реальными. Поэтому этот вопрос будет довольно, скажем так, близок к этой теме. Ранее броня имела более специфичный вид. Большинство жаловались на то, что все смахило на космодесант. Сам от себя добавлю, что сейчас модели какие-то более человечные, что ли. На костюмах появились под сумки и прочие детали, которые, в принципе, выглядят необходимыми. Ты сам как считаешь, что лучше? Более футуристичный вид или что-то приземленное? Значит, я считаю, что нужно постоянно стараться балансировать. Ну и балансировать между этим. Объясню, почему. С одной стороны, понятное дело, что вроде как приземленный стащит и все такое, но с другой стороны, у нас очень много костюмов. И, опять же, если мы будем взять приземленные, они будут очень сильно похожи друг на друга. И получается, что сейчас мы пришли к тому, что как бы какие-то вот элементы такие более футуристичные, это неплохо, но только их нужно разбавлять чем-то бытовым. И тогда это будет смотреться нормально. То есть нужно... Чтобы одно с другим гармонировало. Чтобы, да. Чтобы в это можно было хоть как-то поверить. То есть чтобы... Ну, в это можно было верить. Чтобы это казалось как то, что реально может хотя бы существовать, а не просто там эскафандр. Но, опять же, бывают эскафандры. Более того, ну, многие костюмы у нас очень сильно, так сказать, уходят, мне кажется, вообще вглубь этой всей темы и прям реально очень футуристично выглядят. Но, опять же, все это эксперименты. Мы постоянно стараемся сделать лучше. И поэтому, собственно, допускаем ошибки. Я считаю, это вполне себе нормальная история. Но, опять же, это все будет постепенно исправляться. Просто, да, если мы хотим, чтобы это было разнообразно, приходится мириться с некоторыми перегибами. Ну, в общем, рука набивается постепенно, так что, опять же, работы лучше и лучше. Ну, методом пробы и ошибок, в общем, все делать. Ну, вообще, так. Так, ну, тогда давай, это такой еще вопрос. Будет ли вообще переосмысление возможности покрасить броней и оружие? То есть, введено каких-то более, как это правильно выразится даже, больше, короче говоря, слоев, условно? Ну, да, да, то есть, допустим, условно говоря, я так понимаю, чтобы, к примеру, либо больше паттернов каких-то было для... Ну, больше, да, да, да. То есть, условно, есть объекты А, и есть объекты Б, и ты можешь для объектов А выбрать один цвет, а для объектов Б да, да, да. Теоретически это возможно, но, опять же, это нужно обсуждать с кодерами и в целом. То есть, насколько это рациональ. Потому что, ну, такая страшная тайна, наверное, для всех игроков, что, конечно, можно понавыдумывать чего угодно и нарисовать себе в голове идеальную игру мечты, но реальность прозаичней и в итоге, а, когда ты сталкиваешься с этим в реальности, у тебя не стоит выбор между сделать хорошо и сделать плохо. Ты обычно выбираешь из двух зол. То есть, да, ты можешь сделать крутую фичу, которая там будет классная и всем понравится, но вопрос в том, сколько времени ты потратишь и сколько потенциально нужных фич ты не сделаешь, если потратишь на это время. То есть, условно, если стоит выбор между углублением какой-то там системы квестов или каких-то новых триггеров, да, для того, чтобы там квесты были лучше и разные ситуации можно было лучше генерировать на Сталкрафте. и между тем, чтобы условно красилась броня по-другому, то мне кажется, лучше выбрать первый вариант, потому что, да, это не так очевидно для игроков, но это в целом сильнее развивает проект. Ну, то есть, вот всегда приходится выбирать между вот этими вот двумя крайностями, какими-то, даже не то, чтобы крайностями, между двумя вариантами, которые имеют и хорошее, и плохое. и поэтому вот тут такая же история, что, в принципе, мне бы, наверное, хотелось так сделать, но нужно обсуждать и решать, насколько это нам необходимо в данный момент. Не совсем верно, что, короче говоря, этот вопрос будет именно адресован тебе, но все же, возможно, ты знаешь ответ. Здесь не так давно писал на форуме, что снега, походу, не будет. Это, то есть, так и есть, или именно речь шла про какой-то 3D снег? Смотрите, я не могу точно утверждать по поводу снега сейчас ничего, потому что там вопрос еще такой подвешенный, но в чем трудности со снегом заключаются и почему, собственно, все так, как есть. Во-первых, 3D снег сделать можно, но, опять же, его сделать сложно и им очень много нюансов и тонкостей. То есть, банально, его реализация занимает много времени, которое можно потратить на более приоритетные направления. И это уже серьезный, так сказать, камень в огород снега. Второй момент. Если делать снег текстурами, как делали до этого, он довольно сильно влияет на сами локации. То есть, грубо говоря, у нас смещаются какие-то акценты, у нас ломается система покраски заражений, которую сейчас мы добавили. Ну, то есть, когда у нас биомами выделяются разные заражения, чтобы игрок визуально мог понять, что в этой области что-то там не так. И вот эта вот штука будет ломаться вместе со снегом, чего не хотелось бы. Ну, и плюс сам, опять же, визуал игры начинает работать не совсем так, как он настраивался изначально. И это тоже не очень хорошо. Поэтому снег, несмотря на то, что как бы здоровый Новый Год имеет в себе очень много таких недостатков, которые серьезно вызывают вопрос о том, нужен ли он нам. И нужно ретратить на него время. В общем, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Не то, чтобы вряд ли, но, опять же, я сейчас не могу сказать точно, потому что очень много споров на этих тем. Так, ну, давай, наверное, что-нибудь от себя можешь добавить вообще под конец всего нашего разговора. Ох, под конец. Ну, во-первых, прошу прощения, что я достаточно аморфно, наверное, сейчас из себя веду, ну, по плане того, что достаточно сильно путаюсь и все такое. Просто это пишется вечером, я сегодня был такой достаточно насыщенный денек рабочий. Вот. Однако от себя, ну, хотелось бы обратить внимание на то, что, ну, типа многие ругают сталкрафт под игроки прям очень часто и постоянно. Я не то, чтобы как-то хочу оправдываться, тут вопрос, момент в чем, на что я хочу обратить внимание. Игроки не видят очень многого того, что происходит и того, что, ну, того, как-то в целом делается и между чем и чем выбирается. И я все-таки призываю как-то более, ну, менее токсичный бить, что ли. Не то, чтобы меня как-то сильно задевало это все, потому что, ну, понятное дело, что я далеко не всегда прав и далеко не всегда делаю прям так хорошо, как этого хотели бы игроки в том числе, но тем не менее. Просто, скажем так, из своего опыта, сравнивая себя года четыре назад, когда я еще просто играл в Сталкрафт и сейчас, когда я уже самой гуще его разработки, я понимаю, насколько многих вещей я тогда не понимал и насколько иначе выглядит вообще процесс разработки по сравнению с тем, как я себе это представлял. Потому что, ну, многие игроки, да и я сам в частности, когда тоже был именно игроком и не занимался разработкой, думал, что, в общем-то, разрабатывать игры просто. Ты просто делаешь хорошо, а плохо ты просто не делаешь. А вот, а в итоге это оказывается не совсем так и это вот реально постоянно выбор из двух зол, а может, из трех зол и тут нет каких-то идеальных решений, постоянно есть плюсы и минусы и так или иначе разработчики должны постоянно между ними лавировать. И поэтому, вот, прошу обращать на это внимание. То, что, ну, мне кажется, все разработчики Сталкрафта хотели бы видеть его очень даже таким вот, ну, как игру своей мечты, скажем так. Во всяком случае, хотели видеть, когда начинали здесь работать. Вот. Но, тем не менее, есть много реальных кейсов, которые очень сильно это осложняют. То есть, ну, это банально, вот даже как с тем же ремоделом брони, с теми же исправлениями багов какой-то там брони или там багов покраски. С одной стороны, ты понимаешь, что да, однозначно нужно это править, потому что это хорошо, но с другой стороны, ты понимаешь, что если я сейчас буду править броню, то я сделаю просто меньше брони или я просто сделаю там меньше чего-то другого. И вот ты постоянно между чем-то и чем-то выбираешь и вот это вот очень сильно усугубляет это все. Нет, мне просто, знаешь, я перебью, мне просто кажется то, что, допустим, люди сейчас услышат, что там вот порядка 20 человек работает, сейчас такой найдется какой-нибудь умный человек, который скажет, а вот что, нельзя будет одного человека посадить, чтобы он этим занимался. Да, ну проблем в том, что все и так люди сидят, получается, и в общем-то одного человека ты не посадишь. Более того, тут еще очень много других тонкостей, то есть даже вот 20 человек, это не 20 одинаковых человек, это каждый человек, у него что-то получается лучше, что-то хуже, в чем-то он лучше шарит, в чем-то хуже, и ты должен все время это учитывать и понимать, что и кому ты даешь делать и на что нужно обращать внимание и вот эти вот все моменты, это тоже очень такая серьезная штука, то есть каждый разработчик ну по сути уникален, у каждого разработчика свои какие-то условные способности, свои недостатки и это тоже нужно все время учитывать, поэтому это не то, что посадил одного человека, чтобы он делал, нет, это ну сложнее, ну и плюс опять же даже один человек это довольно много, то есть один человек в течение недели делает один костюм, ну это в идеальных условиях, это если все здорово, если ничем не отвлекать, ну вот так примерно, и соответственно получается, что в течение месяца это четыре костюма условно и в таком вот духе, то есть ну достаточно серьезно, ну даже один человек грубо говоря несет достаточно серьезный вклад в вообще разработку и поэтому тут это не так не работает, к сожалению или к счастью. Ну хотя это может работать в каких-то отдельных случаях, но тем не менее, то есть тут много опять же тонкостей. Ну я думаю, то что это можно все обобщить такой, скажем так, фраза, то что вообще в целом процесс разработки и моделей создания и прочего он гораздо более трудоемкий, чем кажется со стороны. Вот да. То есть банально концерт делать. Но ты не поймешь не поймешь до конца, пока сам в это не попробуешь. Причем даже не то, чтобы попробовать, в этом надо какое-то время поработать, ну или хотя бы какое-то время с этим посталкиваться, потому что с одного ремодела условно или с одного ремоделя ты поймешь, но не поймешь все, а вот только примерно там уже с десятка или с двух десятков у тебя начинается понимание того, как это работает. То есть вот в моем случае, вот как я начинал, я просто очень много рисовал и долгое время я думал, что я умею рисовать. И только спустя два года я понял, что я не умею рисовать. Вот. И потом ты уже начинаешь учиться. Вот так и тут. Поначалу тебе кажется, что ты все знаешь, во всем понимаешь, а потом твой уровень навыков и знаний доходит до того этапа, когда ты можешь уже трезво оценить свои знания и навыки, и оказывается, что ты практически ничего не умеешь. Это, в принципе, абсолютно... Ну, то есть, не бывает исключений в этом правиле. Это теорема Данинга-Крюгера, по-моему, она называется. Вот. И это тоже достаточно серьезная штука в плане того, что многие специалисты, даже вот у меня, они приходят вроде начинают что-то делать, а потом только через какое-то время начинают понимать, что они делают и как работает то, что они делают. То есть, условно, любитель делает хорошо, а специалист понимает, почему он делает хорошо. Вот. Или почему то, что он делает хорошо. Ну, в общем, я думаю, посыл понять. Поэтому тут вот такие тоже тонкости. О, Господи, как же я ухожу в дебри в каждом вопросе. Да ничего, я думаю, это тоже достаточно интересно услышать, скажем так. Ну, у меня на этом вопросы кончились. Если есть что-то еще добавить от себя, можешь. Да даже не знаю. В принципе, как бы я много могу порассказывать, но тут нужно какое-то опять же тема направление было. Потому что я сейчас ну так, достаточно реакционно себя веду, плане того, что хорошо работаю в заданных темах, но трудно придумать свою тему сейчас для разговора. Поэтому, ну, вот. Ну, возможно, оставим это на вторую часть. Да, Вот так вот будет. Возможно, вопросы какие-то новые соберу еще тоже. Вот. И ты что-то от себя добавишь тоже. Вот. Ну, в таком случае, спасибо. В общем, больше достаточно интересно. Я надеюсь, что большинство, еще больше, скажем, людей узнает про тебя, потому что я достаточно встретился с таким интересным мнением, что большинство просто не знает что-то такое. Хотя, допустим, я в первую очередь тебя помню именно по конкретно вот миру. то есть, то, что именно ты с удаловой и то, что вот там закручивается. но это было достаточно давно. Я думаю, с этого времени уже куча, несколько поколений сталкрафтеров сменилась, если так сказать можно, что практически у нас несколько этапов прошло игры. Ну, один как минимум круг. Поэтому, я думаю, уже мир и все это давно уже кануло в лет. С другой стороны, тут в этом месте плюс, мне кажется. Многие, ну, скажем так, есть мнение, что все-таки разработчики не должны быть так прям известны и так вот ну, то есть, разработчик должен находиться как бы немного в тени постоянно. Он должен смотреть за тем, что он делает, но при этом желательно, чтобы он не был ментимен. Ну, это мое мнение. Во всяком случае, как бы выразиться, разработчик не должен напрямую общаться с игроками. Вот так, наверное, правильно. Это, конечно, звучит шокирующе для игроков. Я представляю, как бы меня это возмутило в свое время, но тем не менее, это, наверное, ну, не наверное, это довольно-таки правильный посыл, в плане того, что со временем понимаешь, что мнение игроков, оно важно. Но, есть важный нюанс. Игроки, опять же, видят со своей стороны ситуацию, а ты, как разработчик, должен с нескольких сторон на нее смотреть. И поэтому, если ты начинаешь много общаться с игроками напрямую, есть серьезный риск, то ты мнение игроков будешь воспринимать как объективное или исчерпывающее. Ну, то есть, как определяющее мнение. Но, по факту, это не так. То есть, нужно учитывать и мнение игроков, и мнение, условно, людей, которые в этом разбираются, и которые, ну, релевантны своей оценке, назовем это так. То есть, ну, которые имеют какие-то специальные в этом знания, или какое-то более обоснованное и более серьезное мнение относительно каких-то других фактов, которые игроки могут не знать. И вот поэтому в целом, наверное, это нормально. То, что многие игроки Сталкрафта, в общем-то, не задумываются и не знают разработчиков, которые работают над игрой. Ну, к этому, опять же, пришел я не сразу. В общем, все-все познается со временем. То есть, да, то есть, опять же, общение вот в таких форматах, в принципе, мне кажется, довольно-таки полезное, потому что это некое подобие блога разработчика или там изнанки. того, как разрабатываются игры. Но, с другой стороны, тут я и не общаюсь с игроками практически. То есть, тут, скорее, игроки в одностороннем порядке общаются с администратором. Ну, я думаю, так или иначе, во всяком случае, получить ответы на вопросы, которые, скажем так, мучают, ну, очевидно, не одного игрока. То есть, вопросы схожие бывают и поэтому, как бы... Ну, вот да, 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 да. Все же считаю, что это достаточно полезно. Поэтому, да, поэтому это полезно и, опять же, это не противоречит тому, что я говорил до этого. Вот. Просто, не знаю, сколько я... Даже когда я играл еще в мире и я уже там начинал работать в Xbox, даже тогда, вот, у меня еще было такое мнение более... Ну, то есть, я больше основывался на мнении игроков и в итоге... Ну, сейчас понимаю, что это было не очень правильно. Ну, опять же, это не значит, что там игроки плохие. Это просто такие тонкости работы, которые со временем начинаешь осознавать. Вот так. Ну, что ж, на этом, наверное, тогда все. А я думаю, это можно заканчивать. Спасибо за уделенное время. да, именно. Надеюсь, что еще будет. Еще поговорим надеюсь. Я, в принципе, всегда открыт для диалога, но, опять же, только желательно заранее предупредить. Графика времени. Да, 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 потому что сейчас, в последнее время с этим достаточно.